Так, это называется у нас description, finding image, то есть идет описание какого-то процесса, и нужно найти именно тот процесс, именно тот предмет, который был в инструкции, либо в описании. В данном случае у нас рецепт of pancakes, recipe of pancakes, and complete the following task. Так, task у нас гласит, which kitchen tool, столовый прибор, will Amalia need to mix the ingredients? То есть для Amalia какой из столовых приборов пригодится, нужен, чтобы смешать ингредиенты. Далее идем к тексту, самому тексту. Mix the flour, sugar, baking powder, and salt in a large bowl. Вот тут у нас правильный ответ. В большой миске смешать все это, все эти ингредиенты, как раз таки вот оно слово mix, сразу же в первом предложении инструкции можно найти правильный ответ. Заключается сложность в том, что нужно знать, что такое bowl, знать, что это миска, и, соответственно, знать, как это выглядит. Из данных вариантов у нас ABCDE дается стол, тарелка, микроволновая печь, сковородка и та самая миска, в которой и смешивают. То есть, в принципе, даже если не знать, что такое bowl, смешивать эти все ингредиенты можно логически вычислить только лишь в такой вот посуде, наподобие такого. Поэтому отмечаем вариант А. Идем дальше. Science. Science – это у нас знаки, проверяет навыки учеников, ориентироваться в пространстве, либо по табличкам. Разные бывают таблички, например, не проходить, доступ запрещен, проход запрещен, либо только, например, для служащих и так далее, что-то в этом роде. Или не курить. В данном случае у нас табличка гласит platform 2 и дана стрелка в левую сторону. Platform 2. Нужно знать, что platform – это платформа, в русском языке она синонимична, поэтому платформа – это то самое место, откуда отбывает поезд. Поэтому platform number 2, platform номер 2, явно это имеется дело как раз-таки с транспортом, каким-нибудь, например, поездом, кораблем и так далее. Соответственно, что-то нужно в этом роде искать. Давайте попробуем все прочесть. You have to go here to get on a train. Вот. Вам нужно идти в эту сторону. Go here to get on a train. Чтобы сесть на поезд. Ну, далее читать не будем. Благо, правильный ответ у нас на самом верху кроется. Далее. Pick up your luggage here. Luggage here. Это чтобы забрать свой багаж. Опять-таки, платформу 2 так не будут указывать. У них отдельная табличка. Luggage. You must use this case in case of fire. То есть, на случай пожара используйте это. Опять-таки, платформа не используется для тушения пожара. You must show your identity papers here. То есть, свои идентификационные карточки показывают здесь. Это паспортный стол, либо таможня. Опять-таки, платформой это не называется. И you can buy products without import tax here. Без налогов можно купить определенные какие-то вещи здесь. Опять-таки, это не в платформе, а в duty-free магазине. Поэтому вариант А является наиболее правильным. Как я уже сказал, здесь вместо этой таблички могут быть другие, любые другие. Например, no smoking, no dogs, или personnel only и так далее. Вот это очень, там обычно краткие такие слова, либо просто изображения, которые люди должны знать. Вот это такие подобные вопросы, очень легкие, относятся к уровню А. Далее. What order? Который проверяет синтакс, синтаксис. Синтаксис, то есть, строение предложения. В данном случае у нас нужно вставить adjectives в правильном порядке. То есть, даны несколько прилагательных, которые должны стоять в правильном порядке. There are, бла-бла-бла, apples in our garden. В нашем саду какие-то яблоки. И нужно описать эти яблоки. Нам дали три прилагательных. Например, round, круглый, big, больший, red, красный. В русском языке, как таковой, очередности или закономерности прилагательных нету. Но в английском языке существует royal sequence of adjectives, правило. Очень легко его запомнить, это правило. Если по этим словам, по буквам бариатуре, осашком. Дальше осашком. Вот. И только потом ставим noun. N. Noun в данном случае у нас apples. А вот осашком нужно расшифровать. Во-первых, O – это opinion. Opinion. S – size. A – это age, возраст. Opinion, например, красивый, большой, вкусный и так далее. Это все opinion, то есть такие субъективные мнения человека. Size – его размеры. Age – возраст. Ш – это shape. C – это у нас scala. Идет только после shape. O – это origin. То есть, в какой стороне было произведено данный товар. M – это материал. Material. То есть, из чего оно сделано. И P – это purpose. То есть, с какой целью, для какой цели используется данный товар, либо продукт. Итак, что мы имеем? У нас есть round. Это форма. Shape. Поэтому она где-то здесь должна стоять. Round. Далее. Big. Размеры. А это у нас size. Big. Здесь должно быть. И red. Красный. У нас color. Вот оно. Так. А, вот это shape. Правильно, здесь shape. Color здесь red. Поэтому у нас именно правильная очередность должна именно так стоять. Big round red apples. Big round red apples. У нас правильный вариант. Только вот он. Big round red apples. Правильно, ответ будет E. Это называется sequence of adjectives. Sequence of adjectives. Либо королевская очередность предлагательных в предложении. Помимо предлагательных в предложении, также могут и другие слова даваться. То есть, их нужно в правильном порядке поставить. А правильное предложение – это вот subject plus verb. Либо какой-нибудь глагол, модальный глагол, вспомогательный глагол. Все они на втором месте. И только после них стоит object. Вот. Именно в этой очередности. Если какие-то прилагательные есть в этом предложении, то они ставятся перед этими словами. Это attributive и объект также можно attributive. То есть, это прилагательные. Они должны стоять между этими. Перед subject либо object. Далее, если того требует предложение, либо условие задания, то у нас идут уже adverbials. Adverbial. Adverbial – это обстоятельства. Обстоятельства времени, места и так далее. То есть, понятно, что если о времени идет речь, они в конце. Если о месте, причины, целей, образа действия, они все стоят в конце предложения. Также, если их можно описать, например, место, если описать, то, соответственно, наш attribute, то есть, прилагательное, также можно поставить перед каким-то местом. Например, дом. Какой дом? Большой дом. И так далее. Вот. Если именно в этом порядке все слова стоят, значит, это правильно составленное предложение. Данная категория называется order of words, или word order, который относится к синтаксису. Идем далее. Так. Следующая категория у нас называется error finding. Также во втором туре встретится. И проверяет use of English. У учеников именно способность правильно пользоваться этим языком. Use of English. Нам дано предложение, даже два предложения. Вот они. Нужно найти лишь одну ошибку. Вот они. Ошибки, они выделены. Вот они. Mine. Lifelong. New. Tired. Вот они. Пять предложений. Опять слов. В предложениях они выделены. И далее даны также в вариантах ответа. Mine. Lifelong. New. Than. Tired. Они все написаны грамматически правильно. Правильно. Только нужно нам посмотреть, по контексту ли все. Подходит ли на местах, ли они использованы. Так. Recently a friend of mine. Тут все нормально. Came to visit me. Пришел навестить меня. Недавно мой друг пришел меня навестить. It was one of her lifelong dreams. Это была ее мечтой. Это была ее мечтой. Какой? Жизненной мечтой. Lifelong. То есть она всю жизнь об этом мечтала. To visit London. Посетить London. And she certainly knew more about the city than I do. То есть определенно она знала больше о городе, о Лондоне, чем я знаю. Здесь все нормально. She knew в прошедшем времени, потому что she came. Тут все правильно, учитывая согласование времен. Поэтому new в прошедшем форме здесь все нормально. Than I do. Чем я знаю. Она больше знает, чем я. Здесь тоже все нормально. Чем. Далее идем. She arrived in the morning. Она прибыла утром. And we spent a tired day. И мы провели уставший день going around the Tower of London. Путешествие вокруг лондонской башни. Tower of London. Так. Тут у нас получается вопрос именно таки. В tired. Употребление слова tired. Оно тут неуместно, потому что tired употребляется для людей, которые могут уставать. А день. У дня такой способности нет, чтобы уставать. День может быть наоборот. Из-за дня мы устали, поэтому здесь должен быть ING. ING. Tiring day. Соответственно, вот здесь у нас не tired day, а tiring day. Утомительный день. Утомительный день, в течение которого мы ходили вокруг до около этого лондонской башни. Поэтому вариант Е единственная ошибка, которая неправильно употреблена в этом предложении. Сложностью заключается в этой категории, сложностью заключается в том, что ученик, от ученика требуется знать всю грамматику, правописание. Возможно, где-то какая-то буква неправильно написана. Либо tense, время неправильно употреблено. Например, здесь вместо new могла быть будущая форма. Например, это было бы уже в корне неправильно. Либо здесь вместо then могли написать then. Уже неправильно. Это уже правописание, ошибка в правописании. Здесь употребление неправильно. Вместо participle to нужно употребить participle one. Дея причастия. Местоимение, возможно, неправильно. Если бы они написали my, не mine, а my, это была бы ошибка. A friend of my, так не говорят. Поэтому будьте внимательны. Данный вопрос относится к категории B. Она уже более сложная, потому что требует знания всего английского языка, даже правописание. Идем дальше. Следующая категория, 11, называется matching. То есть нам нужно сопоставить. Matching. Обычно matching можно проверить phrases, либо дефиниции какие-то, определения каких-то слов. Например, match the parts of set expressions. Это устойчивое выражение. Нам нужно их найти. Итак, смотрите, у нас сопоставить, чтобы do, что можно сделать. Соответственно, ученик должен знать все слова, которые употребляются со словом do. Делать, что можно делать. Do a decision. Decision – это выбор, решение. То есть сделать решение. В русском языке, если это нормально звучит, то в английском нет. Do a headache. Headache – головная боль. Делать головную боль. Опять-таки в английском языке так не говорят. Do homework. Очень даже нормально, потому что мы это ежедневно делаем. Нам дают задание, которое мы выполняем. Do homework. Делать задание. Делать домашнее задание. Выполнять домашнее задание. Здесь все нормально. Значит, один C. У нас один C только в варианте B и в варианте D. Остальное можно уже автоматически вычеркивать. Чтобы просто, чтобы нас не путало. В будущем далее идем. Make. Сделать. Make a decision. В английском языке как раз-таки решение принимать употребляется глаголом make. Соответственно, два – это A. To A. У нас было B или D. Да, здесь два B, два A. И вот, можно уже третий не смотреть. Мы уже нашли правильный ответ. Ну, давайте просто для контрольного выстрела проверим. Have – иметь a headache. Иметь головную боль. Да. Have a headache. Соответственно, три – должно быть B. Вот оно. Все три совпали. И мы все сопоставили совершенно верно. Данные вопросы относятся к категории B, потому что вот эти слова, они требуют очень богатого словарного запаса. Нужно знать именно do, с чем употребляется. Make, have. Либо глагол get может быть, глагол be может быть употреблен вместо них. Поэтому будьте внимательны. Если есть время, подучите. Особенно do и make, которые очень часто употребляются в английском языке. Это вам как бы подсказка на будущее. Субтитры создавал DimaTorzok